Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam'е? Или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Привет, ты строитель? Привет, я строитель. Ты сейчас примешь задание и опять ливнешь месяца на три? Какое задание? Слушай, я же про тебя не рассказывал. Я думаю, почему ты не рассказал. Дамы и господа, прошу внимания. Заметили как-то уменьшение количества нарезок на канале Саски-нарезки, да? Вот. Качо, а как ты планируешь вообще строить? И выкаваться на месте. Какой буду, а дает. Ага. А расскажешь историю? Ну вот, еду, 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 велосипед, знаешь, велосипед. Не. Ну вот, вот. Мы вот поехали далеко, там далеко, 20 километров, поехали. Сверчили к азарцу, спустил к азарцу, там такое озеро прикольное было. А там, ну, дорога песочная, песок там был песок. Ну, это, скорость там брал, еду, еду, знаешь, еду. А спереди дерево, дерево, растет дерево, такое красивое. Но хочу его объехать. И прям в яму въезжаю на песочном, а тормоза не работают на песку, тормоза. Ну и все, я перелезать через руль и на ручку упал, так, упал, перелег. Ну и поехал назад, так, 20 километров назад, поехал. Ну, с поломанной ручкой. Ну да, да, я знаю, что это поломано, да. А, ммм. Просто еще-то разогнуйтесь, вот так, а так все нормально, да. Ага. Ну все, мне 5, 25, 7, нахуй его. И будут нарезки, наконец-то? Да, да, будут. Бумщик, и сегодня у нас один из самых интересных и самых жестких выпусков. Шоу, в котором блогер сталкивается лицом к лицу со своим хейтером. Ну что же, давайте ближе к делу, никакой пощады. Поприветствую нашего первого гостя, Ивана Зола. Стоялся? Да, я подготовился. Ну что ж, расскажи вообще, каково сидеть напротив своих хейтеров? Какие у тебя эмоции? Я сегодня в боевом настроении, готов всех хейтеров разносить. Насколько я на 5 дней проебал? Скажите, я на хайпе, еще на волне хайпа или так? Кто у тебя за спиной, расскажи, пожалуйста. Это у меня с собой бита, я ее, собственно, взял с собой. И, собственно, это для того, чтобы на меня не быканули. То есть, возможно, ты ее в течение выпуска можешь применить? Да. Хорошо, поэтому, ребята, будьте осторожнее с задаванием вопросов Ваня. Ну что ж, мы начинаем. Давайте поаплодируем Ивану Зола. А, точно. Я же забыл, Ваня. Какие аплодисменты, если здесь собрались только твои хейтеры? Ну что ж, ребята, кто хочет задать первый вопрос, Ваня? Звук охуительный. Нет. Пожалуйста. Слушай, Ваня, за какой... Это как вопрос ребром с бастой. Ну, вообще, за сколько рублей ты готов на реальный бой с Никоглаем? Или, в принципе, готов без коммерческой основы на бой? Смотри, на бой с Никоглаем я бы... Бля, съемки, звук просто охуенный. Вот жопа, бля... Ну, бля, профессиональный. Согласился. Игорь Иникс, наверное, снимал. Ну, за бешеную сумму денег, например, ну... Не за 500 тысяч, как, ну, на него же объявили охоту за 500 тысяч рублей, а я бы поставил на бокс, имеется в виду, 5 миллионов рублей. То есть, что-то тебе заплатили за бой? Да. Потому что Никогла, это же эксклюзивный персонаж в ТикТоке. То есть, бесплатно ты бы не согласился? Не знаю, там была возможность телепортироваться куда-то там на Бали, там... Блядь, вот так вот выглядят уебища, которые меня снимают, блядь. Блядь, в торговых центрах и все такое. Чебоксар, блядь, чебик. Сука, тут съемки проводятся, нахуй, и без тебя справятся, блядь. Если бы это рандом, без финансов пошел бы ли? Не, не согласился бы. Хорошо, только в коммерческий пехот. Да. Так, спасибо, есть еще вопрос? Мне кажется, надо, чтобы тебя больше родители пить, кроме Никоглая. Мне кажется, блядь, тех надо, блядь, родителей, чтобы, блядь, когда ты с телефоном, нахуй, стоишь, вот таких уебках. Меня и так воспитают родители, но когда мне исполнилось 18 лет, я сам начал за себя, ну, сам ухаживать за собой. То есть ты в процессе научился быть самостоятельным? Да, я сам за себя думаю. Ты уже стал полностью самостоятельным? Да. У меня есть, так сказать, некоторый перечень вопросов, примерно 13 штук, от 1 до 13, выбери одно. 9. Девятое. Уход из медики. Вопрос следующий. Планируешь ли ты закончить со своими диками, поскольку жизненный цикл твоего проекта уже давно закончился? И на данный момент где-то никаких у тебя перспектив в дальнейшем развитии. Не, ну нормально вопрос. Слушай, я что-нибудь придумаю. Проектов еще много в будущем будут. Фиты тоже будут. Просто храню еще в секрете. Со мной. Со мной говорите. Уйду я из медики, если я умру. Те же самые продюсеры. Это я, я тоже самое могу вам, ребята, ответить нахуй. Получается же, весь контент, который ты производишь, он не является твоим. То есть он является продуктом командной работы и не обладаешь никаким авторством его, так? Но если у меня будет продюсер, то обязательно... Бля, и я еще себя поймал на мысли, каждый раз, когда я что-то про него смотрю, это его куда-то позвали. Его личный контент я не смотрю. Все, все будет. Что значит появиться? Это получается, что сейчас у тебя никого нет, так? Сейчас меня все кинули, все оказывается, ну, блин, дружили со мной ради хайпа, ради денег. Блядь! При этом он три минуты назад говорил то, что готов на бой только тоже ради денег. Ёбаный факт. Как же так-то, ёбаный. Ты пытался разобраться, почему люди тебя кинули? Могут быть, ты их как-то неправильно понял. Или у вас, возможно, были какие-то конфликты. И не считаешь ли ты то, что одна из проблем закрыта в себе? Были также конфликты, и много кто меня обманывал. Например, парикмахер. Обманывали в смысле по рекламе, по деньгам обманывали. Парикмахер. А кто эти люди? Да много кто был. Ну, перечисли, пожалуйста. Ну, не Коглай, а Алик Сквет. Это твой менеджер? Да, был моим менеджером, пока он не ушел в армию. Блядь! Почему ты не занимался своей собственной рекламой? То есть ты отдавал это полностью... Чё, э, блин? Все работает, ты лох. Мы с этим разбирались, когда в тот же момент и по сути ты нес за это прямую ответственность. А после этого ты начал перебраться ответственность в то, что это менеджер не смотрел, опубликовал. Когда в тот же момент выходит то, что всю ответственность за данные мероприятия несешь ты. Ну, так очевидно же, что менеджер должен фильтровать рекламу. Была такая реклама под названием... Это зацензуете, пожалуйста. Такая вот реклама. Я думал, что я машину рекламировал, а не какие-то вот эти вот. Поэтому... А насчет Ваня, смотри. По поводу... Бля, ребята, я не знаю, как они работают, но у меня вот, когда приходят рекламные, блядь, интеграшки какая-то. Это либо через бородора делается, либо через других менеджеров. Все разжевывают, говорят, здравствуйте. Ну, типа условно, да, вот черешня, ты должен будешь заказать эту черешню, покушать. Сделать там пост или что-нибудь такое, блядь. Ну, как, блядь, можно... Я, блядь, думал, что я машину рекламирую, блядь. Ну, ты... Ну, на менеджера это все скидывать? Ну, а где... Что-то от себя что-то будет? Прещёнки мы в целом обсудили. Ты говоришь о том, что вина не на тебе, вина полностью на менеджере. Правильно? Смотри, ты не был до конца осведомлён. То есть ты считаешь, что это ошибка менеджера. Ты в этом абсолютно не разбираешься. Следующий вопрос, почему ты тогда не предусмотрел реклам скама? То есть ты рекламировал ракету, ты рекламировал казино, ты, по-моему, даже стримил, ты же против этого, по-моему. Да, я против казино, но менеджер... Менеджер я постоянно отказывался, отказывал. Но почему-то он мне самому отказывал, что мы должны это рекламировать. Я такой, ну ладно, порекламируем. А, ну, блядь, я так не хотел, ну ладно. Ну, раз менеджер сказал, конечно, не, ну, менеджер это, конечно, да. И, собственно, порекламировали. И, собственно, Екатерина Мизулина заметила, что я рекламирую, и занесла меня Лаэстер ненадёжных блогеров. Вот сейчас пытаюсь как-то вычеркнуться, ненадёжных блогеров. И каким образом ты хочешь выйти с этих списков? Найти, к примеру, где-нибудь в каком-нибудь Екатерина Мизулина, и, собственно, с ней договориться. При помощи? Ну, типа, здравствуйте, Екатерина Мизулина, а мы можем с вами договориться, чтобы вы меня вычеркнули из реестра ненадёжных блогеров. И она, возможно, такая, да-да, Вань, мы тебя исключим. Хорошо. Бля, бля, бля. Вань, надеюсь, вы встретитесь всё-таки и поговорите. Давайте следующий вопрос. У тебя есть ещё вопросы или ты потом? Хорошо. Ваня, смотри, у тебя сейчас очень сильно медийка упала, да? Почему ты сам не пытаешься что-то крутое придумать, а всё время пользуешься какими-то другими людьми? Типа, там, Никоглай, вот сейчас бодобум. Ой-ой-ой-ой. Я пытаюсь что-то придумать один, но почему-то этот формат не заходит. Сейчас я создал новый YouTube-канал и буду там делать видеоигры, монтировать их. Если это тоже не зайдёт, то я буду ещё думать. Но у меня почему-то, когда я один думаю, ничего не заходит. Поэтому мне приходится искать людей, чтобы они мне помогали. Бля-я-ять. Ибо в дуэте я почему-то людям больше интересен, чем один. А может, тебе стоит поменять немножко формат? Да не, а что до него доёбываются? Он-то и стал популярен в дуэте. Вот. Он, ну, роль второго плана всегда, типа, ну, нормально. Ты делаешь свои какие-то трэш-контент, да? Ну, грубо говоря, и с людьми такими общениями. За трэш-контента я давно ушёл и пытаюсь как-то делать более спокойный контент. Слушай, Ваня, а не находишь, что в некоторых моментах контент, хоть он не трэшовый, но он кринжовый достаточно? Да, такое есть. Но я пытаюсь как-то уйти с кринжа и, собственно, что? Пытаюсь как-то нормализовать свой контент, чтобы кринжа там не было. Слушай, теперь, когда слово кринж слышу, я понимаю, что... Вот помните, я говорил вам, что лучше дня, чем в стрипухе, не будет. А потом был день с тремя стрипухами. Это что мне получается? В следующий раз надо посетить 9 стрипух за ночь, чтобы... Ну, это был охуенный день. В твоем понимании нормальный контент. Нормальный контент? Я даже не знаю. Дей-клуб топ-3. Нихуя. Я думать буду. Давай, Ваня. У тебя есть время. Сейчас. Что в твоем понимании действительно нормальный контент? За что тебе не будет стыдно? Например, ну... Сделать контент по гоночным машинам. Ну, ты думаешь, это тот формат, который может... Духламидия, да, вот это... Хорошо. Следующее. Ваня, такой вопрос к тебе. В каких странах России ты был? Интересный вопрос. Кстати, по поводу гоночного контента. Короче, Костик сказал то, что он еще чуть-чуть болеет. Но как только он выздоровеет, есть шанс то, что... Ну, вот, в ближайшее время, пока Игорь Иникс в Ростове, наконец-то будет снят ролик на канал Автозак, блядь. Сюда, нахуй. Не в странах России, а в городах России. Это то, что я сказал, это ошибка была. Иногда я ошибаюсь, это бывает. То есть... Ну, бывает. Постебать тебя не получилось, ты подготовлен пришел. Да. Уже успех, хорошо. Ваня, назови топ-5 кринжовых блогеров, поставив себя на первое место. Бля, нихуя-бля, вопросы просто охуенные. А я хочу быть на первом месте. Надеюсь, он меня назовет. Ну, я себя не считаю кринжовым блогером. Ну, то есть ты сейчас сам сказал, что ты снимаешь кринжовый контент. То есть ты кринжовый. Да, но я скоро уйду, так что я... А то есть на данный момент и кринжовый. Я когда-нибудь я не считаю себя кринжовым. В будущем я буду... На втором месте себя поставил бы. вообще нет блять человека который красит волосы блять в красный цвет блять он он кривиш на на какое вот эта прическа это кривиш на 6 что на самом ассоциал основе вообще не на какое на 6 нет ну хорошо тогда назови просто топ-5 коньжовых блогеров топ-5 коньжовых блогеров пятое место елена четвертое место петров 3 место кейка второе место пятерка эмэлшер всякая любовь к людям с нейтрализационной ориентации так понимаю да сейчас вторая терка эмэлшер поставим маразма первое место не коглай почему ну скажу так не коглай меня обманул на 200 миллионов рублей и он уехал 200 миллионов конечно другой город на фотосессию и больше он не вернется я понял ну и последний вопрос насколько ты оценишь свои танцы 6 10 очень высокая отметка кринджи спасибо у меня к тебе такой вопрос вообще оцениваешь свое музыкальное творчество в плане вот считаешь ли ты это кринджон который можно посмеяться или считаю что это каким-то искусством невероятно первые годы я кстати мэлшер должен 500 тысяч рублей а закриель 10 миллионов за съемки в канале автозак я уверен что костик заработал там примерно миллионов 400 с канала автозак и хотя бы 10 мультов не можно конечно мои песни были какими-то смешными но сейчас данный момент я стараюсь как-то выйти из этого смешного образа той сломать его и собственно пытаюсь пытаюсь как-то блять вот я от этого шва иногда хуевая посмотрите как же плавно перетекает что я как будто почти с ним сижу иван здравствуйте почему у вас такая прическа у меня мама парикмахер вам чем-нибудь помочь с этим серьезные писать какие-нибудь серьезные текста и по-твоему трусы в трусы это на серьезные текста да это было прошлом это было прошлом больше такого не будет а если у тебя сейчас какой-то текст серьезный который ты бы мог сейчас вот зачитать либо спеть да есть но к сожалению он еще разрабатывается то есть не ты его пишешь создавалась год назад и я до сих пор ее не вы не не выпустил потому что прав у меня нет у тебя может есть замерзила нет права текст у меня есть песня может и смог бы озвучить пару строк чтобы мы послушали и влубились в творчество да конечно есть ну давай я нашел серьезную песню и зачитаю пару строчек это текст твоей будущей песни да хорошо давай пару строк но на меня косвенно сделали разоблачение но на самом деле не на меня но в треке в котором я участвовал типа он спижен у инста самки надо попросить игоря мне скинуть это вид новый стиль новый трек новый слив ты хотел сутать бабло поздно я забрал их новый день новый стиль новый трек новый слив ты хотел сутать бабло поздно я забрал их а за ты хоми посмотри чекни все наши хиты я со света весь трек нахуй подставляйте просто биты и solar fax она со мной как доллар бакс смотри вот сейчас нам показал всех свои новой песни и там вот я заметил нахуй мне теперь слушать да когда она выйдет . я со света и solar fax как это вообще происходит у вас это знаешь намек на то что я может быть скорость не подружусь опять то есть помирюсь по-твоему я со света из секс потом скинешь потом пожалуйста прибереги факс это значит что тут к примирению да вот ну да она а ты знаешь что это значит нет если ты такой умный скажи пока как ты тогда писал песни с глубоким смыслом если ты не сам не понимаешь от не описал короче мне этот текст писал один человек не будем говорить кто реки и собственно это текст он заказывал смотри а ты там есть строчка по поводу света solar ты же сказал а категорически я с ней не буду общаться и дружить ты же в ней негативно настроен полностью ну да может быть будет какой-нибудь момент когда все станет нормально можем ли собственно опять же не там есть рифмой человек вот смотри ты еще сказал что ты думаешь ты после этой песни с ней помиришься то есть получается ты заказывал текст и попросил человека чтобы он написал что-нибудь романтично до чтобы с мириться ну типа того да ну получил еще текст романтичный что я ее факс ты очень если честно и такой вопрос последний вопрос от меня что для тебя вот любовь вот как бы любишь ты сейчас любил ли когда-нибудь был любимым сейчас сейчас у меня даже девушки нет чтобы любить она была когда-нибудь может или там или не девушка может даже если была то постановочная просто или трусы в трусы ну без трусов было а хотя я была там все трусы сын не фанчицей елочкой вот я теперь так скажу вот это значит факс ванечка все но это было постанова вань радио постановочно трахнул девочку с уж речь зашла про света solar что же у вас все-таки с ней со света solar у нас просто была дружба но света она такой замкнутый и закрытый человек она как рапунцель замки никуда не выходит когда есть контенту она резко выходит и начинает гулять там делать разные вещи и собственно искать разные места ты можешь разные места используя ребята разные вещи разные места это конечно еще пиздец полный я скажу так да использовала то есть на сто процентов использовал но ты не думаешь о том что она тебе дала что она мне дала я не знаю что она мне низкую песку по моему если бы не света у вас не было клипа трека и дальнейшего контента в тик токе потому что когда я заходил рекомендации снимая со светой сарал solar очень много было контента хорошо обдумаю обдумаю вань была бы тут света solar ты бы воспользовался своей битой нет я не бы я бы не воспользовался своей битой потому что я не бью девочек я не этого у меня то есть я несу не слабый чтобы девочек снова у меня микрофон ваня смотри ты говоришь что те все используют никогда тебя используют все твои бывшие друзья использую да но тем не менее при первой встрече первом знакомстве со всеми блогерами ты спрашиваешь у кого сколько подписчиков не считаешь что я я считаю что я хейтер вот этих людей вот вот эти вот люди что-то хейтеры не типа отыгрывает хейтеров ивана золо ну блять ну ну неужели на я пару флу сижу смотрю типа такой бабля но они-то разбираются они его притягивают за какие-то фразы то есть они знатоки ивана золо блять эти люди тратят свою жизнь на то чтобы с разбираться в том что когда-то сказал иван золо блять и всех используешь они себя используют и как ты относишься к людям так и относится к тебе в чем плюс использования смотреть не просто ты говоришь о том что тебя все используют и как бы ты на это давишь и ты вызываешь жалость тебе скажу плюс использование и минус использование минус использования то что происходит обмане обманывания в они всякие вот эти вот и всякие всякая дичь не пнул мошенничество иногда происходит машин плюс использование в том что большие просмотры цифры и собственно это все то есть цифры ударили в голову большие коллаборации используют людей нет это было у никоглая а у меня не действует такое у меня есть на и на это в голове защита какая там типа них такое появляется какой-то шапочка или вот это красная сторона защищает и нет 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 мое обдумывание обдумывание мозгов я понял вопросов нет плане слушают мы все знаем что ты знаком с дашей корейкой да правильно хотели бы ты сделать трусы в трусы с ним нет смотри раньше я как-то дружил сдачи корейкой потом у меня но стал опытнее и как это знаешь я проснулся и ну вспомнил нет ощутил 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 такой и говорю живем ну пойму в зеркало с кем я стримил я же не люблю трансгендеров ваня ну ты посмотри она сейчас сделал ряд пластической операции выглядит неплохо ничем не хуже чем ты ты считаешь это нормально встречаться с человеком который раньше был мужиком ваня всякое возможно я считаю это ненормально как вы можете доказать что вы не слабоумный смотри я это бля сейчас это очень тяжело если вам такой вопрос задали что надо отвечать вот как как ты можешь доказать это нормально разговаривать во вторых слабоумные ездят на колясках что подтвердил не моргенштерн вчера то есть ваня подожди в твоем понимании слабоумный человек это человек который передвигается без своей помощи на коляске вам он не рассказал ну да чё так как бы обойти это давай ваня подумай вань вот только что сказал это те люди которые не умеют разговаривать но ты сам допустил только что ошибки в разговоре вот мне интересно вот там вот девочка синими волосами на хуй она там есть она ничего не спросила бля она постоянно сидит в телефоне какой-то хуй заново это не записываем это перемотали все слушай но тут не перемотали но саски это сделает я уверен ребята напишите в комментариях вырезали по соски этот момент чтобы иван золо не опозорился как бы на весь интернет потому что очевидно что только после моих реакций видео становится поистине популярными а я не считаю себя слабоумным потому что все кто говорят что я слабоумные это темная зона интернета а то есть это люди которые мне просто завидуют что я быстро хайпанул поэтому вот так вот и что еще я не человек не не слабоумный умном у меня много айки в 2021 году конечно у меня было мало айки потому что коля никоглай наш ну а позорил меня в твиче на 200 200 с кем с чем-то онлайна и собственно что у меня прибавилось айки в десять раз лучше так сколько у тебя сейчас айки то есть я опыт опытнее и сильнее и умнее нихуясь и да то есть я не знаю сколько у меня кью но у меня много раз уж ре зашла я понял ребята все кто говорит что на сп лагает или он переоценен или то что там гена хуева работает это все темные зоны интернета ну и поэтому не лагает раньше было мало тпс но сейчас в десятки раз больше тпс и еще чё-то на проект you такой вопрос не так давно где-то около года назад у тебя был стрим где ты рисовал в этом приложении люди должны были угадывать что ты рисовал правильно и я видел очень много нарезок в тик токи где вот они каким-то непонятным образом ты еще ничего не нарисовала не угадывали ты вообще как может это сейчас объяснить вот сейчас у тебя и кю побольше как ты можешь это объяснить почему это не угадывали когда ты как бы ничего еще не нарисовал то есть поставил камеру туда а рисунок был здесь зачем ты это сделал это вот из-за того что у социальных смотри было для нарезок я придумал собственно гениальный план блять сука он тоже живет для нарезок блять соски чё за хуйня поставить камеру в другую сторону а рисунок чтоб был здесь а то есть смотри вам надо признать просто что я уже как давно гений рофла я умею придумывать собственно говоря рофла сука гений рофла ну траст гений рофлов давай гениальный рофл сходу на импровизации про конфет может быть какой-нибудь анекдот сейчас а может пропустим это не ну ты же гений рофлов ну данный момент я просто немного сегодня устал и в данный момент у меня в голове ничего нету ваня ты говоришь что в данный момент у тебя ничего нету в голове а я как раз пришел к тебе с подарком ну ка можно ли пройти поля бумажка и я решил позор и принести то что не дала тебе природа ах ты ваня и на себя воспользоваться сейчас его тебя иван не благодарите пожалуйста я бы встал но тут больше людей и они бы тебя счет и они счастьями защищаться так что давай подвинься но youtube конечно такой не пропустят но я тебе дам последний шанс поэтому извини так ваня у меня вопрос почему ты считаешь платформу твич черный потому что тебя просто обманули там стриме от чего такой вывод против черный смотри я поддерживаю одну такую деятельную женщину там 12 минус вход был екатерина мизулина то есть я как и она поддерживаем правила безопасного интернета то есть то что она делает я обожаю то что она делает это это ее не красит я уже не экламирует если бы ее не было я продолжал бы рекламировать казино блять слушайте это даже получше чем с и это сайки вопросы вот это вообще хорошо просто это хорошо бы я ее поддерживаешь потому что она не когла отправила там подальше не они из-за этого нет почему еще у меня к тебе есть вопрос ты когда называл кринжовых блогеров ты сказал что маразм кринжовый блогер хотя он все рассказал по фактам я с ним согласен не знаю ящик если кто не в курсе маразм это вот чем которую так белка и трясет когда разговаривает это типа кринж даю что он меня этими словами ну как-то обидел и я считаю что там все вся информация из воздуха еще у меня вопрос когда ты стримил с никоглаем с вами еще снимался амина тендерлибай что сейчас какое у тебя отношение к ней и вы как-то так разошлись даже непонятно что сейчас последний раз я встречался с амина тендерлибай на бабу фесте собственно с ней встретился ну там пообщались попросил у нее контакты но к члене и она отказала ну да да бы у нее есть какой-то негатив к тебе или вы как-то просто не общаетесь вот просто а тебя как думаешь не дал контакт ты же не общаешься с никогла только потому что что я был с никоглаем она не даст мне контакты и но она же никогла удала вроде больше не не будет ты же против никогла почему она так решила это очень странно конечно ладно спасибо слушай уже фариш кроссовки со шнурками слушай на счет шнурку хорошего мне к желению лень родители меня учили завязываю шнурки не получилось попробую еще раз то есть но я учился у своего друга ну его кстати за вызвали паша и техник и у него тоже не получилось я то есть а неважно или может паша техник я тоже ты охуел влять мои шутки пиздить во первых во вторых бородор тоже не умеет завязывать шнурки и внула все как бы нормально получился завязываю шнурки но к сожалению мне тоже не получилось ну и в итоге я забил у меня водители учили а мне было как-то ну лень ну и собственно я шу шнурками и мне когда фиолетово и сколько ты еще будешь папинка папинким сынком так сказать а за мной папа давно не следит ну я бы не сказал не он реально за мной не следит то есть я все сам делаю я не верю про привет ваня наблюдая излишнюю гиперопеку со стороны родителей назревает вопрос разрешают ли тебе родители этого местного слушая я уже давным-давно взрослый скором если когда-нибудь найду себе девушку я создам себе он или fans я бежал в это говорю чтобы делать с ней жесткая джага джага ну но это наверное мизулина одобрит какой-то вы делал девушки знаете ли вы таких гиг людей расскажи по воду я гиг человек люди это те которые любят киносериалы комиксы и косплеерство вон как та девушка в синем если мне когда-нибудь будет девушка будет она вместо нее я пошлю ее работать на завод а я буду собственно продолжать блогерского ты думаешь что женщина должна работать а я обязательно для этого быть гиг человеком или я тебе блять семья а мужчина отдыхать я думаю что мужчина блять должен кайфовать реально по жизни знаешь я а нет я ее уговорю смысле уговоришь как какими-нибудь словами и точно говорю чтобы она работала вместо меня а я блогерство то есть ты будешь отдыхать она будет работать зачем ты хочешь создать себе он ли fans ура наконец-то она заговорила бы с этого жестко хайпануть и заработать денег они легче ну вот так нормально да так ебанул или послать девушку работать на он ли fans а ты будешь блоге стоять ну можно и типа и так и так вань как ты относишься к тому чтобы между тобой девушка была разница в возрасте плюс пять лет отношусь к этому я плохо я не люблю девушек которые повидали больше меня или даже меньше меня девушка должна быть либо на год младше меня либо родная равномерно со мной либо старше меня на год что ты имеешь ввиду по насчет повидали больше чем ты ну то есть она прожила больше чем я это единственный фактор который тебя смущает до маня а если она будет 30 детственницей то есть на 30 на 30 больше нас 30 лет старшим чем я до 12 но будет детственницей это уже педофилия а что если мужчина на год старше будет а если мужик то я не гей а если бисексуал я натурал я по девочкам он смотри на каком-то из своих интервью ты сказал о том что ты иногда душишь своего удала это правда и это чтобы чтобы людям было смешно а на самом деле они душу удала мне это не надо почему у меня же нет змеи чтобы ее душить ну слушай ну девочки просто ну бывает бывает не иногда там разгоняюсь под двести сто километров в час и надраиваю вот я сейчас пошутил а говорили что я не умею рофлить так ты пошутил и правда так есть я пошутил я генерал не этого мнения чтобы каждый день делать вот так вот через день может быть ваня смотри у тебя есть клип трусы в трусы называется да и там у тебя есть некоторые проблемы с подмышками нить этом небриты ты вообще типа следишь за собой со своей внешностью ой подожди батя звони вырезали ну смонтируйте я на съемках кто-то папенькин сынок сосал у папы у меня один простой вопрос и я умный так что не волнуйтесь у меня большая ки у него большая киу давай а кто у тебя папа прокурор да а он кстати вот слушает за твоими вот этими вот высказываниями он очень негодует он из меня штраф готовы вписать на 9 и тебе вписать готов но если что у меня бита так что залубимся до хорошие по поводу подмышек то у тебя есть какая-то проблема с гигиеновичным у меня и просто есть такое мнение что нет ни мнения а просто мне леник сбоевать то есть я бля некоторым прям людям ну прям идет волосатая подмышка вот прям охуенно поэтому но тут я уже тоже не бритые подмышки нормально открытие бои ты конечно я слезу за ним и попа актуальные вопросы в анти не кажется что цема разум мне еще не 70 лет чтобы мы разматить я такого стать интересного ты бы много знаете людей вот которым 70 лет ну допустим там что ну чтоб они мороз мать или и чтоб им было 70 ну такой интересный вопрос ты нормальному ума и еще понимаю понимаю что как говорить вообще не похоже честно говорю да что такое ваня не волнуйся отвечай грубо ты понимаешь ты тут хозяин это гости твои отвечает да не под иди сюда опускать ты позвал даника просто как защиту свою мне нужен всего лишь один ответ и все его больше не будет даник я тебя не ожидал еще такого брата на этот вопрос и кажется что не очень разумно звать человека который кринжовить тебя как бы защищать тебя я что ты хоть ты хоть одно умное слово знаешь вообще все понятно 2 маразматика сидя арбала ваня если вы ты был геем то когда камин аут а что это нокаут что такой каминал когда ты признаешься с ним что ты никогда я не гей ваня даник нова никоглай для тебя знаешь не похожи никоглайн же манипулятор и всегда умеет манипулировать людьми собственно своим голосом он завораживает а да не почти я наверно понял что такое кринжи блять вот вот он ну дружелюбный хороший сосед ваня слушай такой вопрос вот у тебя медика упала да сейчас но ты не на пике своем может быть это потому что у тебя такие друзья может стоять нормальных друзей здесь а я стараюсь продвигаться и искать лучших так сказать своих друзей менеджеров но они и собственно иногда хорошо получается но потом происходит что-то если какие-то обманы есть кринж православный когда блять ну он намеренно создан и тогда смешно типа забавно смешно но когда блять ну вот просто вот ну чел источает кринж сам по себе нахуй это кринж бля характеристики чтобы не матерился но желательно не пил не курил и собственно тогда я пошел бухать ты сказал то что хочешь своих отношениях отправить девушку на завод и зарабатывать деньги блогерством блять как двоеточие на этой клавиатуре ставить блять а тебе не кажется то что это я бы кстати более вероятно бы выбрал бы альтушку чем синие волосы ну так вот если вам интересный вкус получается как ты будешь зарабатывать деньги блогерством если тебя дальше продолжают на 5 везде все подряд практически как ты говоришь и получается твоя девушка должна и ты проект при этом будешь проектовать как бы свои средства ну по сути делать тебе хуже я думаю что ближайшем будущем мы люди перестанут уже обманывать меня потому что ты серьезно я серьезно ну потому что они уже им это надоест я я так считаю и я просто думаю что те люди которые обманывали когда-то меня или даже не встречались со мной просто повзрослеют и осознают что это неправильная идея ну обманывать людей то что с ними праздник может произойти как это уговорить по побре но ты же понимаешь то что это вообще какая карма ты серьезно люди которые как раз таки и повзрослели они выкупили приколный от тебя в этом плане я бы посмотрел бы конечно строить я думаю просто потому что не повзрослел еще ты и тебе нужно понять то что любой человек будет пытаться тебя в любой сфере в которую ты ли я передумал я не хочу ее трахать и что-то мне не нравится интонация она пытается что-то кому-то доказать нахуя вот это все просто потому что в определенные моменты ты выгоден этим людям понимаешь я что-нибудь придумаю мне надо придумает что-нибудь придумаю ваня что ты будешь делать если твоя девушка которая будет работать на заводе тебя тоже не волнуйся на то есть полиция она будет и полиция будет искать мои мои дни так и шок бы плеч что нахуя полиция она за как ну типа ты сам отдашь деньги потому что ты типа и доверял знаешь на самом деле с будущей девушкой стоит познакомиться поближе где она живет где ее номер телефона как зовут ее родителей и собственно можно узнать так ближе девушку если она меня обманет то все можно родителям об этом а сказать или даже ну слить что-нибудь речь зашла зашла про отношениях блять взять слить что-нибудь нахуй то есть его предают его наебывают но если блять ему что-то не понравится он сольет блять свою девушку нахуй про девушек и так далее хочешь ли ты себе в будущем или в настоящем детей дети конечно будут чем ты хочешь чтобы они занимались вообще ну наверно тоже блогер ну как и я а может их на only fans удашли на завод отправишь отдают с 18 лет да может они не поют на only fans может они пойдут в киберспорт не причем на это потому что я такая шел я им дам выбор дочь на завод сына на only fans даймка вот на стороне сейчас защитника почему ты не защищаешь в а кого вот видите золотая женщина а ну потому что ты вот любишь когда эти она не рождение подарю кастрюли пылесосы соня скоро на завод еще пойдет работать это вообще пиздец блять вот тогда я заживу нахуй вот тогда я кайфану реально по жизни мне кажется что тут уже слишком много тупизны и два тупых блогера в одном кадре это слишком много я 3 нужно выйти а можно я выйду иван зола когда вы помоете голову тебе кажется что она масляная но на самом деле они не масляные я просто почерп почесываю так голову свою чтобы быть более мудрее ваня вот и на детекторе лжи сказал что у тебя никогда не вставала пиписька твоя ты что тоже с этим сделал или это была ложь хотя там была правда половину вопроса я вообще не понимал детектора я уже я ее это не стесняйся не я думаю просто как сказать я просто и это улучшал разными каймами чтобы она это увеличил увеличилась так ваня если ты рассказываешь нам о том что ты такой гениальный сколько будет 2 плюс 2 умножить на 26 нет правильный ответ ты дал ваня вот и говорил ты хочешь себе девушку роско просто оскорбление просто оскорбление на что она там будет работать фиг пойми где на заводе там он лифанс но ты вот а что ты сможешь дать своей девушке что-то вообще из себя представляешь что я смогу дать своей девушке ну радость милоту общение куда-нибудь сводить ваня одна нормальная девушка с тобой не будет не волнуйся будет главное не заглядывать в будущее потому что мы не умеем заглянуть делать мы не гадалки мы не роботы и просто сказал про милоту да но я тебя видел два раза получается до встречались раза просто на улице идешь и рыгаешь ну а то есть ты считаешь это нормальная елена и просто на улице рыгать бля чтобы все слышали что все уважали да это просто людей ну не знаю я нога и по и всех людей почему-то никто до сих пор не бы канонами я стою все люди культурные и ты ну и они ничего не говорят вот я решил прийти сюда и сказать не скажешь потому что они забоятся они себя боятся они не забоятся они просто привыкли уже что они у так забоятся или привыкли люди уже привыкли что мир такой как он какой он есть этот мир уже привык к тому что ты рыгаешь ну вообще да вайта просто себя везде чувствуешь как дома иногда такое есть вань ты считаешься мужественным да в основе я хожу хожу например в качалку качаюсь например гантелями также это бегаю по дорожке в зеркало видел без одежды ты жигный бегемот конечно какая качалка я вешу всего 56 килограмм наоборот анти жирный и я полтинник вешу я худой а он какой только тем то что ты ходишь в качалку нет не только в качалку для вот какая прекрасная женщина если смотрите вот килограмм и я полтинник вешу я вас научу вот как я худой то есть твоя мужество блять просто сразу насколько стало лучше на моментально просто и бля какой к нормальная девчонка реально она хайпи тем чем ты помогаешь другим родителям помогаю иногда чем ну там постирать и башь вот бы так в жизни работала от еще нибудь пайка приготовить это мужество наверное то есть простые обязанности для тебя это как мужество что ты предполагаешь ну допустим я тоже могу стирать убираться помогать родителям и я мужественные от этого не ну не ну или ты считаешь это женщина сразу уже это уже можно жениться это все обязанности девушки может быть да я девушки тоже могу помогать она ваня ты уже всех реально здесь мне кажется да ребята вы долбоебы школьники блять вы пришли к нему на шоу ябланы развею мути тут как я просто воскрепление просто реально все тут хера это моя полная может быть типа его как-то про троллить вопросом это нормальная тема но это просто в оскорблении чел пошел это хуета ну я не уважаю такое у меня же если также поеданные фанаты призный фанат и на это есть 1000 просмотров тик токи это 1000 приданных фанатов да да погоди я еще вырос то я просто сейчас на 15 врачу у него реально настолько просмотр упали что него по 1000 просмотров я сейчас в тек токи популярнее его назову о чем в тупик и ушел какие у тебя средние просмотры в тег токи ване средний посмотрим тек токи не в россии это 500 тысяч просмотров 100000 то есть прямо сейчас я зайду в тик ток у тебя там средний 500 тысяч я я просто свои не популярные тик токи удаляю это сейчас просто хватит им на камеру говорит что тобой манипулируют и все такое когда ты сам манипулируешь людьми ты даже даника позвал только потому что у него большие просмотры я для одного вопроса 3 прямо сейчас 18000 15000 50 тысяч 80 30 50 80 170 900 200 для тебя 900 тысяч просмотров это мало то есть то что 6 видосов по 50 назвал тещу короче я просто думаю и действия на подождите у меня у меня получается вот сколько у меня на так звук выключить потому что вдруг я там внимания 330 95 111 140 44 это удалить 86 96 89 144 38 22 это тоже короче я потом удалю непопулярные тик токи уберу и я их отправлю в темные стороны интернет дожди я вырасту я подожду ваня мы все верим твою перспективу я верю в тебя хейтеры верит тебя потому что хейтер это самые преданные фанаты это правда это достойно отбился как я считаю и меня удушнили удушнили тебя да тебе нужен отдых восстановление после нашего шоу посмотри какой я мокрый я чё-то уже реально задолбался ваня хочу тебе поблагодарить то что пришел на шоу вот не хочешь поблагодарить своих преданных фанатов хейтеров вот и за что я должен их благодарить за то что они они за тобой следят они тебя смотрят и хейтит так же да ну что ж дорогие друзья а вам я говорю спасибо большое за просмотр и не забудьте написать в комментариях кого же пригласить следующего потому что уже один гость у нас потенциальный ветерку также не забудьте написать свое мнение по поводу этого выпуска как вы относитесь после всех разговоров всех напишите ему чтоб меня позвал это во первых во вторых мне сказали что это гадкая гадкая тварь всех привет удалила мои комментарии которых написано было ставь лайк если хочешь трахнуть альту удалил блять удалил мой комментарий потрясающий от стримера с галкой был удален комментарий это и и и и и